всем привет друзья с вами cinema life сегодня в нашем выпуске сиквел отряда самоубийц мастер и маргарита переезжает в сша а также 50 оттенков серого больше не покажут в кинотеатрах большому сожалению и так теперь обо всем этом по порядку поехали мэлу гибсону предложили пост режиссера сиквела отряда самоубийц отличный выбор зачем студия warner brothers отобрала кандидатов один из которых может стать режиссером второго фильма среди них мэл гибсон карьера которого переживает новый всплеск популярности после попадания его картины по соображениям совести в список ведущих оскаровских номинантов также студия уже встретилась или же собирается встретиться с такими кинематографистами как рубертом фишером добро пожаловать зомби лент и охота на гангстеров дэниелом эспиноза код доступа кейптаун а также живое и джонатаном левином жизнь прекрасна и тепло наших тел как сообщает анонимные источники список может еще расширяться но какого-то конкретного лидера warner brothers пока не выделяет первый отряд самоубийц вышел в прокат в августе 2016 и заработал в мире более 745 миллионов долларов роман мастер и маргарита будет экранизирован в сша пора дали родненький достояние наше русское коллектив из российских и американских продюсеров приобрел права на полнометражную съемку романа продюсерами грядущей картины станут светлана мигнова дали и грейс ло в качестве исполнительных продюсеров выступят андрей фурманчук нейвин шелит и майкл лэнг создатель фестиваля вудсток сожалению больше никаких подробностей проекта пока не сообщаются роман михаила булгакова мастер и маргарита писался с 1928 года по 1940 его публикация состоялась в журнале москва первая советская книжная версия вышла в 1973 году в журнале художественная литература текст экранизировался как виде полного метра в 1972 и 1994 так и в виде мини-сериала 88 и 2005 годах а теперь самые пустые новости ладий кавказ отказался от показа секула 31 гауссирова а теперь серьезно владе кавказ отказался от показа сиквела 50 оттенков серого на странице кинотеатра социальной сети было написано почему фильм снят с проката так как фильм не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной осетии а также в связи с многочисленными обращениями граждан я считаю что если вы не хотите идти смотреть это фильм и портить себе психику не надо об этом никуда жаловаться пускай идут тех кто его еще не смотрел и портят себе психику сами аналогичная ситуация произошла в другом владикавказском кинотеатре дружба но фильм можно увидеть мадзокер оригинальный фильм 50 оттенков серого 2015 года был запрещен сразу в нескольких северокавказских регионов однако жизнь сиквела сложилась куда лучше чем его предшественника вышедшая в прошлый четверг картина а взаимоотношениях скромная на стейше миллиардера крестьяна стала лидером проката по итогам прошедшего уикенда кроме того по данным картина занимает первое место по кассовым сборам день святого валентина за 14 февраля фильм уже собрал триста двадцать две тысячи долларов а общая касса фильма на 50 оттенков темнее составляет 6 половиной миллионов долларов на сегодня это все встретимся с вами скоро не пропускайте интересные новости на cinema live пока